Сегодня был утвержден формат удостоверения, выделены средства на данное направление, на данный проект. Еще также мы приняли решение, что удостоверение будет выдаваться уже начиная с 1 января 2020 года, мы постараемся это сделать раньше. Еще важно, что этот процесс будет сопровождаться информационной поддержкой, будет создан информационный ресурс на сайте, в том числе и ссылка на сайте правительства, о том, чтобы любые люди, в том числе и сами дети военные, могли бы видеть свое имя в качестве обладателя такого статуса. Это тоже очень важно, потому что мы считаем, что это очень важный элемент развития гражданского общества, когда мы уважительно относимся к тем людям, которые формировали нашу историю, которые создавали нашу страну. Таким образом, я думаю, мы тоже внесем свою лепту в том, что и сами ветераны, и родственники знакомы могут увидеть, что они имеют такой высокий уважаемый статус «Дети войны». А что дает этот статус, кроме удостоверения? Вы знаете, что мы вводим определенные льготы, сейчас прорабатывается целый пакет. Я думаю, что вместе с ЗАГС-собранием нашей области, с нашими депутатами, мы выработаем перечень мер поддержки. Кроме того, что мы развили практику поездки к местам захоронения детей, у которых погибли родители во время войны, и захоронены не на территории Тверской области. Я надеюсь, что это еще дополнительно будут льготы и по ЖКХ. И мы посмотрим, что можно сделать по транспорту, потому что сейчас внедряя систему наших пассажирских перевозок новую, это гарантия того, что люди должны иметь право на реализацию своих льгот по проезду на общественный транспорт.